Погода не будет радовать, снегопад продолжится. Это резюме от синоптиков. Еще пара метелей и нынешний год станет лидером по числу осадков за последние 20 лет. Мы на всем протяжении, сколько есть сейчас карт, видим, что с Атлантики продолжают поступать череда циклонов, которые по циркуляции, к сожалению, в той или иной степени цепляют Алтайский край. Барнаул тоже зацепило. Машинам не разъехаться, тротуары в большей степени завалены снегом. К остановкам подойти сложно. Вячеслав Франк докладывает, техники не хватает, снегоуборочный парк изношен на 88%. Не хватает и людей. Но снег вывозится, по словам Франка, кубометрами. Губернатор, выслушав, констатирует, существующая система уборки не справляется с последствиями непогоды. Сегодня обстановка-то какая? Вот мы очень много работали, в два раза больше снега вывезли, чем в обычные годы и так дальше. Что на улице-то происходит? Я этой оценки от вас жду. Ну, основные магистрали прочищены. Дальше. Ну, мы должны на эту тему научиться говорить. Ну, прочищены основные магистрали. Дальше что? Например, половина из них сегодня заужена. Или какая-то часть заужена, я не знаю. И по оценке Франка, после окончания снегопада дороги Барнаула смогут привести в порядок за две недели. Тротуары за месяц. Завален снегом и Наукоград. После таких снегопадов, которые прошли, город, чтобы вычистить, минимум две недели, максимум три недели. Две-три недели? Теме, это самое. У вас есть расчет такой на эту тему? Дайте посмотреть. Это практика. Основная проблема в Бийске – нехватка площадок для вывоза снега, особенно в Заречи. А еще узкие улицы, поэтому город чистят в основном ночью. В Рубцовске проблемы стандартные. Не хватает техники и дворников. Поэтому убрать город после снегопада смогут минимум к марту. Вы как оцениваете общественное настроение на сегодняшний день в городе по поводу того, что происходит со снегом? Ну, 50-50. От резкого неприятия до… значит, дайте людям возможность поработать. Вы говорите 50-50. Мне кажется, 100 на 0. Понимаете? Техника работает – это одно. Но то, что люди видят, что она работает, но ничего не происходит – это же второе. Это всех нас касается. Систему уборки нужно менять, подчеркнул губернатор, по всему краю и особенно в городах. Сейчас же остается лишь принимать помощь от всех, кто ее предлагает – предпринимателей, общественников, активистов. Со средствами на технику власти обещают помочь, но не сию минуту. Надо посмотреть, исходя из финансовых возможностей, что можем сделать. Может быть, в течение этого года поработаем тогда с федерацией, отхнемся в какие-нибудь программы. Ни один алтайский край оказался в снежном плену. Кстати, после сегодняшнего шторма нас ждет затишье, а потом регион вновь накроет антициклон. Поэтому устранять последствия надо будет здесь и сейчас, обратился ко всем губернатор. Ведь снег сам по себе не растает и не уйдет. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова